не приобретайте никаких квартир у частников я их так называю у черных риэлторов как особей называют и в общем у ваших земляков которые приехали сюда ждут живут здесь какое-то время и нелегально приторговывают недвижимостью вот у них-то как раз врать и нельзя и вот и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодняшний ролик для вас. Всем привет из мокрой зимней Алании. С вами компания Arbat Homes и я Татьяна Пекер. Дорогие мои, с чего мы начнем и какая тема нашего сегодняшнего ролика? Какие квартиры нужно покупать и какие квартиры категорически нельзя покупать? Начинаем с дешевой недвижимости. Это совершенно не одно и то же, что бюджетные квартиры, которых уже почти не осталось здесь в Алании и в районах. Итак, если в доме, например, вот в этом, который находится на улице Барбароса, 1 плюс 1 стоит плюс-минус 55-60 тысяч евро, и кто-то, например, кто-то из ваших земляков вам предлагает эту квартиру за 30 тысяч евро, вы должны точно понимать, что это подвох, и вы никогда не получите топу на эту квартиру. Дорогие мои, нужно работать с профессионалами, которые сориентируют вас на рынке недвижимости. Поехали дальше. При покупке недвижимости обязательно нужно точно знать цель, для чего вы покупаете недвижимость. В этом, опять же, вам поможет профессиональный риэлтор. Итак, к примеру, вам нужна квартира для отдыха летнего, для себя и своей семьи, или для сдачи квартиру в аренду. И самое главное при выборе, при этой цели, знать, что расстояние до моря должно быть близко, а также это центр, и вся инфраструктура должна быть в пешей доступности. Если вы из мегаполиса, вы устали от суеты, от шума, то приобретать квартиру на ПМЖ вам нужно в районах подальше. Если мы рассматриваем Аланию, это может быть Каргиджак, Хвойный или Авсалар. Чем удаленнее, тем будет лучше для вас. Там нет трассы, там нет шума, там тихо и спокойно, зелень, хвоя. Это может быть также вилла. Итак, дорогие мои, вы цель свою хорошо знаете, но кто-то из ваших знакомых, или с кем-то вы здесь познакомились, ваши земляки или блогеры, они вам могут посоветовать и могут вас сбить с толку. И продадут вам квартиру, которая не соответствует вашей цели, вашим потребностям. И проживя в этой квартире несколько лет, вы имеете как результат, что разочарование в действительности в своей квартире, в своих желаниях. Не нужно обесценивать себя. Дорогие мои, работайте с профессионалами, которые поддержат вас и направят вас правильно к вашей цели. Следующее, хотела пару слов сказать про блогеров. Я их называю блогеры-одиночки или частники, как Ассумбей называет их черными риэлторами. Вчера просматривал несколько роликов и услышала от одного блогера такую вещь, что, оказывается, нельзя приобретать квартиры в домах, где нет или еще не получен общий техпаспорт на проект, и вы без техпаспорта квартиру там никогда не продадите. Это ложь, это ложь. Если бы вы спросили об этом риэлтора квалифицированно, вам бы сказали, что квартиру в доме без техпаспорта вы приобрести можете и продать также можете без проблем. Единственное, на вашу квартиру оформить нужно будет абонентские счетчики на воду, на электричество, как на коммерческую недвижимость, где немножко дороже тариф. А после получения техпаспорта вы переоформляете это на более дешевый тариф. Вот и все. Поехали дальше. Никогда не покупайте квартиры в проектах, где изначально застройщик имеет трение с владельцами земли. Такие стройки то идут, то стоят. И неизвестно, закончатся ли они вообще, и станете ли вы владельцем этой квартиры. Работайте и консультируйтесь с профессионалами. Можно ли покупать квартиры в старом фонде? Конечно, можно. Почему нет? Единственное, если этот дом под снос, вы получите в новом проекте вместо старого фонда новую квартиру. Обсудите с застройщиком заранее этаж, сторону и планировочку. И за время стройки государство оплачивает вам аренду. Единственное, если этот дом не под снос, и все же вы решаете взять квартиру в старом фонде, компания Arbat Homes не советует вам брать квартиры на входящих этажах, потому что это холодно и сыро, холодномато и сыровато. Вы не сравниваете стройматериалы ваших стран и домов, которые были построены 20-30 лет назад. Не приобретайте никаких квартир у частников, я их так называю, у черных риэлторов, как АСМЕЙ называют, и в общем у ваших земляков, которые приехали сюда, ждут, живут здесь какое-то время и нелегально приторговывают недвижимостью. Вот у них-то как раз брать и нельзя. Они нелегально этим занимаются, у них нет лицензии на эту деятельность. Что делают наши потенциальные покупатели? Приезжают, смотрят квартиры с хорошей, с надежной риэлторской компанией, что-то нравится, и потом думают, ага, компания большая, много людей работает, много машин, много затрат. Это значит, у них какой-то подвох и, наверное, большая накрутка над недвижимостью. Дай-ка я пойду посмотрю квартирки у своих, ведь свои же плохо не скажут и не сделают, и не обманут. Да не тут-то было. Отдаете вы за квартиру человеку, у которого нет лицензии, который не существует легально здесь. Отдаете ему залог или сумму за всю квартиру, и тут-то вам даже нет. Не к кому будет обратиться, дорогие мои. Поэтому что мы делаем? Консультируемся с профессионалом и с ними работаем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok